Всем привет. Сегодня я сделаю гостевую лекцию. Меня зовут Гриша Ярославцев, и я профессор в университете Индианы в Блумингтоне, и в следующем году я буду профессором в George Mason University, которая находится в Оллисте, Вашингтон, Д.C. Сегодня мы разговариваем про пространственные лучшего приближения и сингулярное разложение. Слайды можно найти по адресу, который указан на первом слайде здесь, или на моей домашней странице, и плюс там еще есть всякие дополнительные материалы. Перед тем, как мы начнем, небольшой пиар здесь. Я набираю студентов в аспирантуру. Информацию можно найти по ссылке. Аспирантура будет в университете George Mason, то, что рядом с Вашингтом, Д.C. Информация на слайде. Если есть какие-то вопросы, то пишите мне по e-mail. Окей. Значит, сегодня мы разговариваем про сингулярное разложение. Сингулярное разложение – это такой фундаментальный примитив анализа данных, который очень полезно знать. Предположим, что у нас есть матрица A, и матрица эта выглядит как N строк и D столбцов. То есть, в этой матрице A, каждая строка – это вектор размерности D. И всего у нас таких векторов размерности D – N шток. Вопрос, которым мы сегодня будем заниматься, состоит в следующем. Как найти наилучшее пространство размерности K, которое хорошо приближает строки матрица A? То есть, у нас будет такое подпространство SK, размерность K, которое в каком-то смысле хорошо описывает A. И формально говоря, мы будем минимизировать сумму квадратов расстояний от строк матрицы A. То есть, строки матрицы A у нас пронимированы индексами A1, A2 и так далее, до этого подпространства SK. Задачей, которым мы сегодня будем заниматься, наша матрица A. Выглядит как-то так. N и D. Наши размерности E, A. Типично для нас, полезно представлять себе ситуацию, когда у нас N больше, чем D. И часто N гораздо, на самом деле, больше, чем D. То есть, представьте, у вас N – это A пользователя, ID – это какая-то информация про пользователей, какие-то фичи ваших пользователей. И в обычной ситуации N у вас очень-очень большое, у вас очень много пользователей, а количество фич, которое у вас есть про пользователей, относительно небольшое по сравнению с этим N. Значит, каким образом мы будем строить S-видео? Я сначала опишу подход A на каком-то общем уровне, а потом мы разберемся уже, как это все формализуется и какие здесь детали. Наш общий подход будет жадный. Если мы хотим найти подпространство размерности K, то для начала мы найдем просто подпространство одномерное. То есть, мы найдем просто одномерную прямую, которая лучше всего приближает нашу матрицу. А потом мы этот процесс будем повторять K раз, где K – это ранг матрицы A. И общая схема такая, что если мы повторим вот этот процесс K раз, где K – это ранг матрицы A, то у нас получится то, что называется сингулярным разложением. А сингулярное разложение в итоге будет выглядеть, как показано здесь на картинке. То есть, у нас вот есть эта матрица слева A, размер N умножить на D. А в итоге у нас получится разложение на три матрица. Наше A будет представлено в виде произведения трех матриц U, D и V. Где матрица V транспонированная. Из этих трех матриц D – самая простая, это просто диагональная матрица. А матрицы U и V обладают какими-то специальными свойствами. И здесь можно проверить, что A. Если мы их всех перемножим, то у них так подобраны размерности, что в итоге получится как раз A. Вот это у нас матрица D размера R умножить на R, где R – это ранг A. Она сидит посередине. Слева мы умножаем на матрицу размера N умножить на R, и справа мы умножаем на матрицу R умножить на D. Если мы все перемножим, то у нас как раз, как и ожидается, получится матрица размера N на D. Базовые свойства сингулярного разложения, как я уже рассказал, диета диагональная матрица с положительными вещественными числами D, I, I на диагонали. Матрицы U и V тоже будут обладать определенными свойствами. U и V – это орто-нормальная матрица, то есть у них столбцы – это орто-нормированные векторы. Интерпретация, я как бы сразу скажу интерпретацию, которая у этих векторов, которые являются столбцами U и V. Интерпретация такая, что вектора в матрице V – это вот у нас будут примены лучшего приближения. Немножко описали общую схему, что там мы будем жадным алгоритмом по очереди выбирать прямые, но и лучшего приближения. И вот как раз вектора, которые определяют эти прямые, они будут задавать столбцы матрицы V. Столбцы матрицы U – это будут проекции строк A на вот эти вектора VI. То есть это первые два свойства здесь. И последнее свойство – это то, что наши матрицы орто-нормированные, то есть если мы возьмем взглядное произведение между столбцами U или V, то это у нас просто символ Кронекера. И в итоге наша матрица A будет записана в виде такой суммы этих диагональных элементов D, DII, на произведение между UI и VI-транспоз, VI-транспонированным. Окей, это такое превью того, что у нас получится в итоге. И тут сразу стоит сказать, что есть аналогия между сингулярным разложением и разложением по собственным числам и собственным векторам. То есть если у нас матрица A – это квадратная матрица, то известное определение – это то, что вектор V такой, что A умножить на V равно лямбда умножить на V – это собственный вектор. И лямбда здесь называется собственным значением. Если матрица A у нас симметричная вещественная матрица, то эти вектора, известно, что они ортонормальные. Можно всегда для эрмитовой матрицы симметричной вещественной матрицы построить ортономормальный базис из собственных векторов. Да, и тогда у нас матрица A как раз будет записана в виде матрицы V собственных векторов умножить на диагональ умножить на V-транспороз. Где столбцы матрицы V – это как раз собственные вектора матрицы A. А диагональные элементы D – это как раз собственные значения лямбда 1, лямбда 1, лямбда 2 и так далее, лямбда N. А сингулярное разложение обобщает эту идею собственных векторов и собственных значений на матрицы, которые могут быть прямоугольными. С размером N на D и N может быть гораздо больше, чем D. Ортогональность сингулярных векторов у нас будет автоматическое по построению, по тому, как мы их построим. И у нас будут свойства этих сингулярных векторов, которые, на самом деле, очень похожи на то, что у нас здесь сверху написано для собственных векторов и собственных чисел. Да, для собственных векторов и собственных чисел у нас в этом уравнении слева и справа один и тот же вектор V, это собственный вектор. И так это работает для квадратных матриц. А если матрица у нас прямоугольная, то таких векторов нельзя построить. Нужно два набора векторов. Вот эти вектора VI и UI, которые находятся в сингулярном разложении, и они играют как бы двойственную роль. То есть уравнения для сингулярного разложения, они выглядят таким образом, что если вы умножаете A на сингулярный вектор VI, то у вас получается VI умножить на соответствующий правый сингулярный вектор. И наоборот. То есть в этом уравнении роли меняются у этих векторов. Если умножается на один, то получается другой с каким-то масштабированием на DIY. Мы это покажем чуть позже. Это пока такой превью того, какую вообще роль играют эти сингулярные вектора и как они соотносятся с обычными собственными векторами для квадратных матриц. И еще полезное замечание здесь, что если вы рассмотрите специальную матрицу A транспонированную умножить на A, то эта матрица уже будет термитовая, то есть вещественная симметричная, потому что она состоит из A из скалярных произведений. И для этой матрицы можно уже найти собственные вектора и собственные числа. То есть вот из свойств, которые здесь в предыдущей строке написаны, если вы просто примените дважды, то у вас как раз получится, что если вы умножаете A на VI, то у вас получается DIY UI, а если вы умножаете еще раз на A транспонирование, то у вас как раз получается опять VI умножить на DIY и в итоге DIY в квадрате умножить на VI. Да, таким образом эти вектора VI, правые сингулярные вектора, это собственные вектора эрмитовой матрицы A транспонированные умножить на A. Перед тем, как мы обсудим алгоритм построения этих сингулярных векторов, давайте поговорим про проекции. То есть мы будем, если вы помните, у нас полный исходный план, это что нам нужно найти прямую, которая наилучшим образом приближает стройку, нашей матрицы. Вот пускай мы пытаемся построить такую прямую, и пускай это прямая параллельно вектору V какого-то. у нас строки матрицы A это какие-то вектора. Например, один из векторов это XI. И мы хотим наилучшим образом приблизить этот XI какой-то прямой. Простое замечание, что длина вектора в квадрате это просто сумма квадратов проекции на V плюс квадрат расстояния до этой прямой, которая задается V. То есть, если мы хотим минимизировать расстояние от X до нашей прямой вот это, то поскольку длина вектора фиксированная, это то же самое, что пытаться максимизировать вот эту проекцию на вектор. мини и это будет очень полезное для нас наблюдение, а в итоге мы будем просто пытаться максимизировать проекции вместо того, чтобы минимизировать расстояние, как бы лучше определежить с точки зрения расстояния, мы все время будем максимизировать проекции вместо этого. Давайте теперь посмотрим на то, как мы будем находить наилучшую одномерную прямую, которая приближает нашу матрицу. То есть, как я уже предупредил, наша общая схема это, что мы будем находить эти вектора сингулярного разложения по одному. И первый шаг это просто найти вектор единичной длины, который лучше всего приближает нашу матрицу. Пускай у нас вектор ai это итая строка матрица A, тогда длина проекции этой строки на единичный вектор это просто скалярное произведение ai на v по абсолютной величине. Сумма квадратов длины проекции по всем векторам это матрица A, умноженная на v, а евклидовая норма в квадрате. Да, то есть это A, просто сумма от 1 до n и i v в квадрате. Мы пытаемся найти первый сингулярный вектор. То есть мы пытаемся максимизировать проекцию, как мы уже обсуждали, мы хотим минимизировать расстояние от строк матрицы A до нашей прямой. И это эквивалентно максимизации сумм квадрат проекции. Да, поэтому алгебраически наша задача выражается следующим образом. Мы хотим найти такой вектор единичной длины v1. У него единичная длина здесь. Что сумма квадратов проекции по всем строкам матрицы A на этот вектор, она как можно больше. Если таких векторов несколько, то можно просто любой выбрать. Точно так же, как и с разложением на собственные вектора, может быть произвол в выборе, поэтому если у нас возникают возможности для выбора, то мы можем просто выбрать любой v1 здесь. И это будет первый шаг нашего жадного алгоритма. То есть мы нашим жадным алгоритмом решим такую задачу. И дальше будем повторять это несколько раз. Но если это сравнить с собственными числами и собственными векторами, то тут такая же аналогия. Что можно выбрать первый собственный вектор по такому же правилу. И по определению здесь мы назовем это число sigma1 первым сингулярным числом. То есть мы здесь просто определим sigma1 от A как вот это вот значение под argmax, которое у нас получилось по всем единичным векторам. А дальше мы просто продолжаем строить эти вектора жадным алгоритмом. Мы находим наилучшую одномерную прямую и повторяем этот процесс R раз до тех пор, пока у нас есть какая-то проекция на то, что осталось. То есть формально, если мы хотим найти второй сингулярный вектор и второе сингулярное значение, то мы решаем следующую задачу. Мы рассматриваем задачу максимизации по всем векторам V, у которых единичная для нам. И которые ортогональны нашему первому вектору. То есть мы максимизируем по V, которые ортогональны первому вектору V1. И задача точно такая же, как и раньше, но нужно максимизировать проекцию всех строк A на V. И второе число по определению мы возьмем просто значением этого argmax. И если мы это повторим K раз, то у нас получится k-ты сингулярный вектор и k-ты сингулярное значение. Где мы определяем этот вектор VK как argmax по всем векторам, которые ортогональны нашим предыдущим векторам V1, V2, VK-1. Которые единичные вектора, и мы максимизируем здесь евклидовую норму A умножить на V. И определяем k-ты сингулярное число, как просто вот эту норму под argmax. И мы покажем, что вот эти вектора V1, V2 века образуют подпространство, которое наилучшим образом приближает строки матрицы A. Давайте начнем с простого случая. Предположим, k равно 2. Да, давайте заметим, что, например, когда k1, то мы просто по построению нашли прямую, которую лучшим образом приближали. Да, а мы используем здесь жадный алгоритм и находим эти вектора по порядку. Вопрос. Почему, например, для k, равного 2, у нас получится пространство наилучшего приближения? Почему жадность в этом случае работает? Давайте предположим, что есть какое-то наилучшее приближение к двумерному пространству здесь. И давайте посмотрим на базис ортонормальный в этом подпространстве. Пускай у нас есть два вектора W1 и W2. Значит, наша задача максимизировать A проекции. То есть для этого базиса наши проекции, они такие. То есть у нас есть проекции рядов на W1 и есть проекции рядов на W2. И наша задача показать, что то, что мы построили, может быть только лучше с точки зрения суммы квадратов проекции, чем вот это подпространство W, которое задает наилучшее приближение. Ключевое наблюдение здесь, что мы всегда можем выбрать один из векторов базисов W так, что он будет ортогонален вектору W1. Нарисую небольшую картинку. То есть у нас, пускай, есть какое-то двумерное подпространство W, да? И мы выбираем базис в нем. У нас есть ортогональный базис. Среди из двух векторов W1 и W2. А также у нас есть вектор W1, который наш жадный алгоритм выбрал первое. То есть мы решили задачу ProArgMax. И у нас построился какой-то вектор W1. Заметно, что этот вектор W1 совершенно необязательно лежит в этом подпространстве W. Он может быть произвольным образом устроен. Какой-то у нас есть вектор. W1. Значит, наше ключевое наблюдение здесь, что мы пытаемся выбрать базисный вектор W2 в прекрасном среде W. Таким образом, чтобы он был ортогонален к W1. Заметим, что если у нас V1 вектор был бы ортогонален к W, да, то это было бы очень легко. Тогда мы бы выбрать могли вообще любой вектор в W. И поскольку V1, если как бы ортогонально V1 к W, то это все очень просто. Можно любой вектор. А иначе можно разложить наш V1 на параллельную компоненту и ортогональную компоненту по отношению к W. Да, давайте разложим V1 на проекцию на W, то есть это параллельная компонента и ортогональная компонента по отношению к W. После этого мы можем выбрать вектор W2 так, чтобы он был ортогонален проекцией V1 на W. Здесь у нас есть какая-то проекция и мы можем выбрать вектор, который ортогонален этой проекцией. После этого легко убедиться, что действительно W2 будет ортогонально V1 если его так построить. То есть если мы умножаем скалярно W2 на V1 то мы умножаем на сумму V1 параллельного и V1 ортогонального по линейности мы можем это расписать на два члена тот член который у нас здесь первый это W2 умножить на V параллельно по построению это просто ноль потому что мы выбрали W2 таким образом чтобы оно было ортогонально этой проекцией вот здесь а второй член у нас тоже ноль потому что после того как мы из W2 вычтем проекцию да то что останется у нас как раз будет параллельно после того как мы из V1 вычтем проекцию да то есть у нас вот эта штука это V минус проекция то то что останется у нас как раз будет параллельно W2 да мы как бы вот в этом в первом случае потому что у нас теперь вектор как раз как раз ортогональный здесь есть Из этого следует, что… Когда мы решаем первую задачу, значит, у нас первый шаг жадный, то длина проекции у нас была максимизирована. То есть, просто поскольку мы выбирали на первом шагу argmax, то по построению первый сингулярный вектор как раз обладает таким свойством, что сумма квадратов проекций там максимальна, вообще по всем векторам. А на втором шаге мы выбирали этот вектор v2 только из ортогонального пространства. Да, мы argmax решали только в ортогональном пространстве. Но поскольку наш вектор v2, он находится в ортогональном пространстве по тому утверждению, которое мы только что доказали, то для всех векторов в ортогональном пространстве он нам задает argmax. И для любого такого w2 сумма квадратов проекций поэтому будет не больше, чем для вектора v2, который мы выбрали. А теперь, если мы это просто сможем, то получается, что сумма квадратов проекций на эти вектора v1 и v2 в сумме, которые мы выбрали, больше либо равна, чем сумма квадратов проекций на любые произвольные ортогонномальные базисные вектора w1 и w2. Да, таким образом мы показали, что наш базис v1 и v2 обладает максимум суммой квадратов проекций. А поскольку это максимум суммы квадратов проекций, то по первому наблюдению он минимизирует сумму квадратов расстояний. Вот. А теперь можно это все показать по индукции для произвольного k. То есть мы сделали как бы один шаг индукции здесь и ровно таким же образом можно распространить на любое целое k. квадратов. Значит, если w это у нас подпространство, которое издает наилучшее приближение, то просто сделаем индукцию. Пускай vk-1 это выбуклая оболочка векторов v1 до vk-1. И пускай мы знаем по индукции, что это подпространство замерности k-1, которое задает наилучшее приближение. То дальше мы делаем то же самое, что на предыдущем слайде. мы можем выбрать ортономальные базы с w1, wk, где wk ортогонально вот нашему предыдущему пространству vk-1. И ровно таким же образом, как на предыдущем слайде, мы получаем это для произвольного k. даты сделаем просто таким же образом шаг индукции. wk у нас ортогонально, поэтому по определению vk у нас выполняется здесь неравенство. И мы можем просто сложить с предыдущим. и получается, что мы нашли в пространство размерности k, которое задает наилучшее приближение. лауна 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 Продолжение следует...